Святитель Иоанн Златоуст, в наступительной беседе на послание, в первой беседе на слова о святых, о праздности и деятельности. Не станем без разбора считать богатых счастливыми, а бедных унижать. Не станем стыдиться ремесла и будем считать бесчестьем не работу, но праздность и безделье. Если бы работа была бесчестьем, то не занимался бы сам Павел и не хвалился бы особенно ею, говоря, ибо если я не благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безместно. 1 Коринфянам 9, глава 16-18 стихи. Если бы ремесло было бесчестьем, то он не повелел бы, чтобы не работающие и не ели. 1 Фессалоникийцам 3, глава 10 стих. 1 Коринфянам 9, глава 16-18 стих. Ибо что узда для коня, то работа для нашей природы. Если бы праздность была добром, то все произвращало бы земля, незасеянная и невозделанная. Но она не производит ничего такого. Некогда Бог повелел ей произвести все без возделания. Но теперь не делает так. А заповедал людям запрягать валов и влачить плуг и проводить борозду. И бросать семена. И многими другими способами ухаживать. И за виноградной лозой, и за деревами. И за семенами. Чтобы занятие работаю отклоняло душу работающих от всякого зла. Вначале, дабы показать свою силу. Господь устроил так, что все произошло без наших трудов. Да произрастит земля зелень, траву сеющую, семя и дерево плодовитое. И тот час все зацвело, но после не так. Но повелел, чтобы земля произвращала при помощи и наших трудов. Дабы ты знал, что он вел труд для нашей пользы и нашего блага. Хотя наказанием и мучением кажутся слова. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Бытие 3 глава 19 стих. Но на самом деле они некоторое внушение и вразумление. И врачество против ран, происшедших от греха. Посему и Павел непрестанно работал не только днем, но даже ночью. Это возвещает он, когда говорит ночью и днем работая. Чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. 1 Фессалоникийцам 2 глава 9 стих. И не для удовольствия только и душевного отдыха. Он занимался работой, как делают многие из братьев, но прилагал такое усердие к труду, что мог помогать и другим. Нуждам моим, говорит он, и нуждам бывших при мне. Мне послужили руки мои сии. Деяние 20 глава 34 стих. Человек, повелевавший бесами, бывший учителем вселенной, которому верено было попечение всех живущих на земле, который с великим усердием заботился о всех церквах, находящихся под солнцем, о племенах, народах и городах, работал день и ночь и немало не отдыхал от этих трудов. А мы, не имеющие малейшей части заботы его или даже не могущие представить их в уме своем, проводим жизнь постоянно в праздности. Какое же будем мы иметь оправдание, скажи мне. Или какое прощение от того, всякого рода зло вошло и в жизнь нашу, что многие считают величайшим достоинством не заниматься своим премеслом и крайним позором показаться сведущим в чем-нибудь подобном. А Павел не стыдился в одно и то же время держать нож в руках и сшивать кожи и беседовать с людьми, находящимися в почестях, но даже хвалился этим, когда приходили к нему тысячи славных и знаменитых людей. И не только не стыдился делать это, но и в своих посланиях как бы на медном столбе объявлял о своем ремесле. Так, чему он вначале научился, тем занимался и впоследствии. И после того, как восхищен был до третьего неба, после того, как перенесен был в рай, после того, как слышал от Бога неизвеченные глаголы, а мы недостойны и подошвь его. Стыдимся того, чем он хвалился, и согрешая каждый день, не обращаемся и не считаем это бесчестьем. А того, чтобы жить праведными трудами, избегаем как чего-то постыдного и смешного. Какую же, скажи мне, мы будем иметь надежду спасения? Стыдящемуся следует стыдиться греха, оскорбить Бога и сделать что-нибудь недолжное. А ремеслами и работами надо бы даже хвалиться. Ибо таким образом, через занятия работаем мы, и дурные помысли легко исторнем из души, и будем помогать нуждающимся, и не станем беспокоить двери других. И исполним закон Христов, который говорит, блажение давать, нежели принимать. Деяние 20 глава, 35 стих. Для того нам и даны руки, чтобы мы и себе помогали, и увечным по телу доставляли, по возможности все необходимое из нашего имущества. Так что, если кто живет в праздности, то хотя бы он и был здоров, он несчастный, одержимый горячкой. Эти имеют извинения в своей болезни и могут найти сострадание. А те позволят телесное здоровье справедливо всеми ненавидимы, как приступающие законы Божии, и причиняющие вред трапезе немощных и делающие свою душу худшую. Ибо не в том только зло, что тогда, как надлежало бы питаться собственными средствами и собственными трудами, они беспокоят домы других. Ну что, они и сами становятся хуже всех. Нет, подлинно нет ничего в мире, что не портилось бы от бездействия. Так, вода стоячая загнивает, а текущая и всюду разливающаяся сохраняет свою доброту. И железо, лежащее без движения, становится слабее и хуже, и точится большой ржавчиной. А находящиеся в деле становятся гораздо полезнее и красивее. Блистая нисколько не хуже всякого серебра. И земля, остающаяся в покое, как всякий, может видеть, не произвращает ничего хорошего, но и дурные травы, и тернии волчцы, и бесплодные деревья. А получающее возделывание обильно производит питательные плоды. Чтобы сказать, всякое существо от бездействия портится, а от свойственной ему деятельности становится полезнейшим. Итак, зная все это, сколько вреда от праздности и сколько пользы от деятельности, будем первое избегать, а последнее держаться, чтобы нам и настоящую жизнь прожить благопристойно, и нуждающимся помогать из своего имущества, и усовершенствовав свою душу, получить вечное благо. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.